В мире много удивительных и даже пугающих существ. Последним можно смело отнести корота звездоноса, который если не возглавляет, то обязательно входит в список наиболее уродливых животных нашей планеты. Всем привет, с вами Мари По и мы начинаем. Это один из самых уникальных видов млекопитающих животных. Звездонос – яркий представитель семейства кротовых. Такое звание крот заслужил благодаря своему необычному носу. Однако звездонос интересен не только экстравагантным внешним видом. О таком животном, несомненно, нужно узнать больше. Данный вид кротов обожает водные процедуры, но главным отличием от ближайших сородочей является их нос. Он представляет собой 22 кожаных нароста, имеющих форму звезды. Эти наросты располагаются прямо на морде животного и выглядят не совсем привлекательно. Помимо некрасивого носа, такого крота отличает жесткая шерсть коричневого цвета и относительно небольшие размеры. Длина звездоноса обычно не превышает 20 сантиметров. Звездообразный нарост на лице данного животного является уникальным. Ученые выяснили, что его можно назвать самой чувствительной системой осязания в мире. На этом органе расположено больше 100 тысяч нервных окончаний. Этот показатель в 5 раз больше показателя чувствительности руки человека. Кроме того, звездообразный нос способен воспринимать запахи, даже под водой. Для этого животное выпускает в воду пузырьки, затем втягивает их обратно. По мнению ученых, именно эти пузырьки позволяют кроту почувствовать запах добычи в воде. Звездоносы имеют ряд очень характерных внешних особенностей. Крепкое телосложение. Тело звездоноса имеет цилиндрическую форму. Схоже с телосложением обычного крота. Голова удлиненная. Шея очень короткая. Вес составляет примерно 70 грамм. Маленькие глаза. Отсутствие ушных раковин. Как и все кроты, звездорыл имеет крошечные глазки. Зрение очень слабое. Органы зрения компенсируются отлично развитым осязанием. Развитые передние лапы. Передняя пара лап животного предназначена для проведения земляных работ. Ими крот копает ямы. На лапах расположены длинные пальцы с крупными когтями. Задние лапы внешне похожи на передние, но развиты не так сильно. Длинный хвост. У этого зверька хвост в длину может достигать 8 сантиметров. Он полностью покрыт жесткой шерстью. В зимний период года хвост хранит жир, поэтому его размер несколько увеличивается. Плотная вода, отталкивая шелковистая шерсть. Необычный нос. Это самый основной признак, по которому можно отличить звездоноса от обыкновенного крота. Рыльца состоит из 22 кожных наростов. Такие наросты в длину не превышают 4 миллиметров. На них много нервных окончаний, которые помогают животному распознавать добычу. В отличие от остальных кротов, эти зверьки не ведут исключительно подземный образ жизни. Их часто можно заметить на поверхности земли и даже в воде. По этой причине животные предпочитают жить недалеко от водоема. Там же они размещают свои дома. Домики представляют собой очень сложную систему ходов несколькими камерами, входами и выходами. Один из выходов обычно ведет прямо в воду. Звездоносы выбирают места с высоким уровнем влажности. На территории своего природного ареала обитания они селятся на сырых лугах, в заболоченных местах и на побережьях. В лесу или сухой степи такого зверька не найти. Звездонос американский крот. Он широко распространен только на территории нового света. Территория его обитания включает в себя все восточное побережье США, Канаду. Ареал обитания зверька простирается и на запад, до великих озер. Самым интересным является тот факт, что звездоносы на юге и севере отличаются между собой. Южные зверьки маленькие, северные более крупные. Теперь вы знаете, где водится звездонос. Давайте же посмотрим, чем питается это необычное животное. В ежедневный рацион звездоносов входят небольшие ребешки, ракообразные, моллюски, дождевые черви, некоторые насекомые и личинки, маленькие мышки и лягушки. Аппетит и размер съедаемой пищи зависит не только от размера животного, места его обитания, но и от времени года. Так прожорливость в большой мере проявляется в летний период года. В это время крот может за сутки съедать столько еды, сколько весят сам. В другие времена года размер корма не превышает 35 грамм. Большинство животных во время охоты используют органы зрения, отыскивая добычу. Кроты-звездоносы охотятся по-другому. Добывать пищу им помогает их чувствительный звездообразный нос. Щупальцами носа он отыскивает жертву, затем крепко удерживает ее передними лапами. Хватка очень сильная. Благодаря ей звездонос был признан одним из самых умелых хищников на планете. Эти зверьки умеют создавать сложные лабиринты с множеством камер. Выдать их присутствие на той или иной территории могут лишь небольшие земляные холмики. В сложных туннелях животные делают для себя небольшие камеры. В одной из них они обустраивают свою нору. Там звездоносы прячутся от врагов, занимаются выращиванием потомства. Свою нору зверьки застилают веточками, травой и сухими растениями. Звездорылы являются достаточно уравновешенными социальными животными. Они часто создают небольшие колонии, в которых мирно и спокойно существуют. Однако колонии часто распадаются. Вне врачного периода самцы и самки не прекращают своего общения, что тоже удивительно. Обычно это не характерно представителям семейства кротовых. Однако каждая взрослая осок имеет свою личную свободу. У каждого звездоноса есть отдельные норы, камеры для отдыха и жизни. Брачный сезон у данных кротов проходит один раз в год. Он приходится на весну, но точные сроки в разных регионах природного ареала обитания отличаются. Так на севере брачный период наступает с мая, а на юге с марта. Длится брачный период всего несколько месяцев. Беременность самки длится до 45 дней. За один раз самка вынашивает четырех детенышей, однако иногда препод может достигать семи малышей за одну беременность. Потомство звездорылов рождается совершенно беззащитными, абсолютно голым. В первое время необычного носа в виде звезды на мордочке кротов почти незаметно. Отличительной чертой малышей-звездоносов является их стремительное развитие. Крохи уже могут вести самостоятельную жизнь по прошествии 30 дней после рождения. Через 30 дней животное полностью адаптируется к окружающей среде, переходят на взрослый рацион питания, активно осваивают близлежащие участки. Звездоносы являются беззащитными перед большинством хищников. В основном это связано с их активным образом жизни. Данный вид, в отличие от других представителей кротовых, проводит свое время не только под землей. Звездорылы много путешествуют на поверхности земли, ныряют и плавают в водоемах. На суше и в воде этих небольших животных подстерегает много опасности. Кроме того, против кротов играет их слабое зрение. Животные просто не видят приближения хищников. Наиболее опасным естественным врагам звездоносов относят хищных птиц. Звездорылы являются любимым лакомством крупных сов, орлов, ястребов, филинов, соколов, куниц, скунсов, большеротых окуней и больших лягушек. Хищники ловят и едят маленьких кротов, когда те ползают в растительности, идут к водоему или плавают в воде. В зимний период времени хищники приловчились доставать звездорылов из подземных камер. Также назвать естественным врагом звездоноса можно и человека. Люди редко убивают это животное, но приносят вред другим способам. Человеческие поселения значительно расшинили природный ареал обитания данных животных, но, к счастью, это не так сильно сказалось на общей численности звездорылов. Звездоносный крот – безопасное животное, его нельзя отнести к числу вредителей. Он не наносит вред сельскому хозяйству или другим сферам жизни человека. Продолжительность жизни таких кротов относительно небольшая. В диких условиях звездорылы живут не больше 4 лет. Лишь в неволе продолжительность жизни возрастает до 7 лет. Звездонос – уникальное и одновременно пугающее существо. Их необычный звездообразный нос выглядит непривлекательно, но его свойства поражают своими масштабами. Звездоносные кроты медленно сокращаются в численности, но большой опасности общей популяции животного пока не грозит. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ссылки на все материалы будут в описании. Нажмите палец вверх и всем пока!